Добрый день дорогие друзья! Я хочу взять интервью у нашего топа массадора Андрея Сиденко. Если более подробно, то мой приезд на Бали, Андрей живет на Бали, и мой приезд на Бали, наверное, был для того, чтобы взять это интервью. И с Андреем мы давно знакомы, относительно давно, мы знакомы были до Амир Кэпитал, и Андрей был всегда для меня олицетворением Санни Мэн, классического Санни Мэна. Это человека, который человек праздник, человек настроений, человек доброты, тепла. И каждый раз, когда мы встречались, всегда поднималось настроение. И интервью, давайте я уже перейду к интервью. Да, я хочу тоже поприветствовать тех, кто смотрит нас. Я вспомнил, пока Марат рассказывал, как мы познакомились. Это был октябрь 2017 года, когда был резкий взлет криптовалюты, рынок оживал. Ну и вот в то время мы и как раз начали сотрудничать, много общались. Я помню даже наши разговоры о каких-то благотворительных делах и так далее. Да, сразу Андрей, немножко о себе расскажи, откуда, чем занимался. Я сам из шоу-бизнеса всю жизнь провел на сцене. То есть я и диджей, и музыкант, и продюсер, и выпускал журналы, плюс экспериментировал с земными бизнесами. Думал наладить свою старость, в том числе построил корты. У меня был свой шоу-балет, жил в Италии, выступал в Америке. Ну на всех сценах российских я точно был. Я даже был принцем в сказке «Золушка». И в Олимпийском было что-то около 50 представлений. Летал за звездой, цирковые трюки делал. С «Ласковым маем» на одной сцене в те же дни выступал. Ну в общем, была бурная яркая жизнь. И в какой-то момент она начала затухать, потому что шоу-бизнес он такой. Ты должен быть в постоянной форме, востребован. Да, я еще на телевидении работал. Да, и занявшись духовными практиками, я начал много путешествовать. Ездил к шаманам, ездил много раз в Индию по логичеству. И занялся духовной жизнью. Я к чему веду? И в какой-то момент материальная жизнь начала обнуляться. То есть, в очередное паломническое путешествие, возвращаясь в Москву, я обнаружил, что то место, где я работал, которое меня 22 года кормило, и жирно кормило, оно закрылось, это место. И я остался без работы. И тут же начал изучать, как можно заработать, что такое финансовые рынки, и вообще, как происходит зарабатывание денег, просто конкретно, не ходя на работу. То есть, инвестирование. И вот это был апрель 17-го года. Здесь я познакомился с криптовалютами. И слава богу, были люди, которые сказали, ребята, сейчас такая возможность изучить эту тему, и очень быстрый будет рост. И я, конечно, вцепился в эту тему, начал ее изучать, но потом познакомился уже с тобой. Этот рост усилился. И, конечно, было куча ошибок, там попадала пирамиды и так далее, но старался выйти сухим из воды. Ты сейчас миллионер? Да. С чего начинал, вот поделись его. Да, и когда, значит, продолжая, заканчивает историю, мы с Маратом поработали до Амир Кэпитал, уже у него возникла эта идея сделать свой фонд. Помнится, еще было радио Рост-ФМ, где я был ведущим также, и мы встречали с тобой каждый день, потому что это была и твоя квартира, и офис, и студия. И когда открылся официально фонд, это было 26 марта, первая неделя началась. Вот, и, конечно же, я один из первых туда вошел. И была стартовая сумма всего 1350 долларов, если быть точным. Вот, как-то я ее накопил в предыдущих проектах. Потому что я начинал, друзья, в апреле 17-го года, чтобы вы понимали, первая моя инвестиция, это было 50 долларов. 50. Мне дали в моем клубе, значит, отходные 250 долларов. На 200 я апрель прожил как-то, и 50 вложил. И когда я увидел, как криптовалюта быстро приумножает, я понял, что это золотое дно, и надо туда идти. Поэтому уже через год у меня уже было на вложение полторы тысячи долларов. Заметьте, это X-25. Тоже неплохо, в свободных денег. И дальше я начал просто систематически, дисциплинированно приумножать свой вклад. Ну и опять же, сложный процент начал делать чудеса. Какие были сложности на пути? Может, внутренние блоки, внешнее окружение? Да, сложности, во-первых, свои личные. Ты хочешь уже жить, продолжать жить жизнью, когда позволяешь себе все. В шо-бизнесе я нормально получал. А тут нужно перейти на режим экономии. Сложность еще. Нужно изучить законы денег, которых я не знал. Для этого нужно общаться больше с людьми, которые финансово более грамотные. И, как говорится, здесь тоже просто шел к людям. Вот так. С одними, с другими. Какие-то, я говорю, были удачные знакомства, неудачные. Но все равно ты делаешь, а любое дело, если вы делаете каждый день, оно обречено на успех. Вот любое дело, за которое вы возьметесь, кажется, вот идут-идут такие помехи, какие-то неприятности. Но в каждом деле есть 50% кирпичиков белого цвета и 50% кирпичиков черного. То есть, неудачи это черные кирпичики, удача белые. И, представляете, когда у вас есть неудача, вы говорите, о, отлично. Вот как в моем случае, я всегда позитивно в этом плане. Отлично, одним черным кирпичом стало меньше. И скоро белые начнутся. Еще один черный, еще меньше, ура. И каждый черный кирпич воспринимается как, ура, скоро пойдут белые. И они действительно начинают идти. И вот в данном случае эти белые кирпичи пошли вот так в большом количестве. Это вот последний год. А 4 года, 3 года я вытаскивал черные кирпичики из этого общего дела инвестирования. То есть, начиная с полутора тысяч долларов за 3 года, реально ставьте на нее? Реально, но не то. Надо еще добавлять немножко. То есть, надо выбрать такую стратегию, когда вы положили сумму определенную. И затем еще включаете кнопочку «Ежемесячное пополнение». И старайтесь вот те 10%, которые вы должны платить себе с любых сумм, которые вы получаете, вот эти 10% продолжайте вкладывать. И вы увидите, что у вас начнет молниеносный взлет. Казалось бы, там каждую неделю или каждый месяц я докладываю 100-200 долларов. Но если вы включите наш счетчик, рассчитать ваш доход, у нас на сайте есть такое «Рассчитать доход», то вы увидите, как быстро денежки увеличиваются. Конечно, я там какие-то еще придумывал привлечения денег. Я там выходил из предыдущих проектов, тебе не безызвестных. И вовремя выходил, что самое главное. И опять же докладывал, докладывал, докладывал. Поэтому моя стратегия была максимально докладывать. Я прям вел каждую неделю доходность такая. У меня раз там на 5 тысяч долларов увеличилось. Какой-то период вообще не снимал, да? Да, вообще. Потому что наоборот докладывал. А когда начал снимать? Начал снимать только на третий год. Да, потому что... Может, были какие-то разовые небольшие съемы, там отдать долг какой-нибудь, там, знаешь, там, тысячу долларов. Но в основном я прямо вот, прям, нет. И тянул, как бы, эту лямку экономной жизни. Кстати говоря, мне помогли в финансовом моем развитии денежные марафоны, которые я со своим партнером Николаем Кузьменко проводил. И провел их 5, 5. Раз, два, три, четыре, пять. И они что мне дали? Мы усилили свою финансовую основу. То есть это 21-дневные марафоны, в которых мы разрабатывали денежные привычки. Соответственно, мы их декларировали, учили их и сами исполняли. Так вот, я почему это вспомнил? Потому что я всю жизнь вел доходы. Вот когда я работал в шоу-бизнесе, я знаю, что я в шоу-бизнесе получил где-то, уже у меня миллион был, да, полтора миллиона за мою историю, за 20 лет. Я получил гонорарами всякими, да, вот я хорошо заработал. Но я их не сохранил, потому что не знал первого закона денег, заплати себе 10% отложи и не трать. И третьего. А третье гласит, веди доходы и расходы. А для меня, в моем случае, ну так как у меня есть особенность моего характера, это мне моя нумерология также подсказала, мне обязательно нужно ввести расходы, потому что я импульсивно трачу. Ну, то есть пришла какая-то новая идея, мне какой-то предложили товар сетевой, там, я хочу, а нет, чтобы взять попробовать, так бы, за копеечку. Я говорю, давай, вип-пакет сразу. Потом взял, думаю, что с ним делать. Ну, и вот таким образом я очень много транжирил, путешествовал много, ну, это полезное, так сказать, транжирство. Но вот эти вот введения расходов для меня ключевое. И буквально вот я начал вести, я просто смотрю и глазам не верю. Вроде я там все так же живу, но у меня раз денег больше остается, раз меньше тратится. Не то, что я хожу, там, жмусь, там, вот, кофе я там, или там, чай не попью и так далее. Нет, вроде я все так же делаю, но они вот именно счет денег, он какую-то делает магию. И многие это не любят, но попробуйте вот просто тройку месяцев, вот, да, самим понравится. Причем я это делал практически руками. Вот мне лучше, когда я там, знаешь, забиваю. Не просто в этой приложении. Друзья, вот живой человек, который с тысячи долларов в течение двух лет еще... Понижаешь первую цифру все. Ну, я, чтобы быстро говорить. Стал миллионером, и я вот подготовил список вопросов. Да, кстати, вот еще маленькая черта, ты говорил, какие сложности. Еще есть сложности окружения. Потому что еще одна из формулы, да, окружение вас поднимает. И вот когда вы, как бы, в своем болоте, где ни у кого нет денег, вырваться достаточно сложно. И в моем случае это тоже было неверие. Даже моих. Ну, типа, папанька там в очередную какую-то фигню зашел там. Ну, и ладно, пускай играется, не будем. И мой сын в Amir Capital начал работать только на второй год. Увидя мои успехи, да, я его тоже там зарегистрировал вначале. Это был мой плюс. Тогда еще это можно было делать. И вот я положил ему 100 долларов. Вот, кстати, хороший пример. 100 долларов и забыл. Через полтора года на его счету было 3000 долларов. И тогда он сказал, о, круто, я тоже так хочу. И начал увеличивать. И сейчас он тоже амбассадор. Он не стал инвестором, да? Да, да. И теперь он чистый инвестор, да. Как богатство повлияло на твою жизнь? Что изменилось? Снаружи, внутри. Вот один из плюсов криптовалюты. Ты их не чувствуешь в чемоданчике. То есть это нет такого чемодана, где у тебя миллион долларов. И ты думаешь, блин, ну что, искупаться в бассейне с ними? Или что? И как бы их потратить? Нет, эти деньги, они где-то у тебя в кошельках. И физически ты их не ощущаешь вот таким вот, знаешь, грузом каким-то. Да, просто цифры, которые продолжают, как азарт, ведут тебя вперед. Но начинаешь чуть-чуть больше позволять. Потому что у всех, у меня, не знаю, как у вас, у меня, я много работал с миллионерами, с нашими олигархами по долгу своей шоу-бизнесовской работы. Ездил на Рублевке, выступал во многих дорогих домах, путешествовал с ними как личный и музыкант, и диджакей, и ведущий по лазурным побережью, на яхтах, в том числе, на дорогих. И видел, как они живут. И, наверное, мне внутри тоже хотелось этого всего. Ну, то есть, как бы я пользовался, но у меня была такая в голове загогуленька, что, ну, типа, я все равно как тоже как-то, ну, как бы музыкальный шоу-официант, да. И живут вот на эти вот гонорары, на чаевые, и немножко вот такое вот состояние, ну, как бы, обслуживающего персонала, скажем так. В хорошем смысле слова, это не обидно для моем случае было. Я всегда наслаждался жизнью, радостью, музыкой. Но теперь, вот когда у меня появились деньги, я тоже как-то странно захотел это реализовать. Ну, то есть, снять яхту, вот, там, виллу крутую, пускай на месяц, взять на прокат Феррари, хотя бы на прокат, не надо тратить деньги. То есть, видите, как хорошо уже финансово иметь мышление, понимать, что это все пассивы, если ты это покупаешь. То есть, я яхту покупать не буду, виллу покупать не буду. Машина, ну, куплю, реализую свою мечту купить новый Lexus, потому что я всегда ездил на бушных машинах. Это тоже, знаешь, вот, а вот сыну покупал новый, сын у меня более счастливый, я ему купил на ранней стадии новый, а себе нет. И вот еще одно реализовать, ну, как бы, какое-то детское желание, или, может быть, просто я сейчас ставлю галочки. И это попробую, и это попробую, и это. Поэтому деньги мне сейчас помогают просто меня расширить, как бы, да. И я, в общем-то, уже думал об этом, а вот испортят для меня эти деньги. Сейчас я начну, пойдут во все тяжкие. Есть поговорка, что деньги портят люди. Да, да, да. В своем мире. Вот, смотрите, какие еще были такие психологические штучки. Когда я, ну, я открытый человек, в общем-то, не скрывал, даже сделал такую пати, лимон-пати, посвященную вот этому, прибытию лимона. Поэтому, соответственно, люди узнали. И дальше пошла такая, как бы, стадия, когда, ну, людям надо, они что-то просят у меня помочь нам. И вот здесь вот проанализировать, как бы не навредить, ну, и себе психологически не навредить, потому что, ну, как-то не разбрасывать деньгами, да. Чтобы не вошло это в какую-то привычку разбросать. И если помогаешь людям, то это должно быть как-то продумано, да. Допустим, ну, я здесь какие-то бизнесы вложился, земные, которые, я считаю, что принесут пользу, да. Даже эти серебряные масочки наши, да, которые защищают от вирусов, от радиоволн и просто от всего мусора вокруг. Это очень высокодоходный бизнес. Да, да, да. Всех полезностей. Да, это такой у нас большой план на этот бизнес. Плюс ретритный центр, который тоже ты видел. Это такая тема, темный ретрит, когда вы на неделю в темноту уходите. И вот там происходят такие изменения в голове. Ну, представляете, жить в темноте, ничего не видеть, 7 дней. То есть теряешь ощущение времени. У тебя в голове начинается такое там воспоминание, потом надо очищаться. Эта тема приводит к расширению сознания. Это тоже, я считаю, полезно для многих людей. Еще строительство идет, но уже 40 человек желающих пройти обучение. Вот. То есть я стараюсь, чтобы эти деньги приносили пользу людям вокруг. И даже вот я там помогаю одной девушке, модельеру, магазин открыть, да. И она мне, я говорю, давай только мне бизнес-план. Я не просто так тебе деньги не дам. Она там старта, договор давай сделаем. То есть у меня уже есть официальный договор инвесторский с ней. Там с печатью нотариуса. Я говорю, вот то, что надо. Хотя там сумма уже кажется такая мелкая. Но думаю, ну это дисциплинирует ее. И мне приятно, что я не просто так дал и забыл. Поэтому. Я записывайте все советы Андрея. Да, да, да. Действительно, не стесняясь, заключайте письменные договора. Хотя бы расписки. Это тоже дисциплинирует человека. И рано или поздно вас это тоже ждет. Вы тоже станете миллионерами. И вот ценные советы уже будут. И вас тоже начнут дергать и близкие, и так далее. Туда надо деньги, сюда надо деньги. В общем, надо помогать обязательно. Я никому не советую просто деньги держать. Потому что деньги, они не портят человека. Если человек нормальный, то деньги его только улучшат. Если его с хорошими качествами. Если его с плохими качествами, то они станут служить этим качествам. И человек может их как-то тратить. Такой философский вопрос. Да, да. А почему не все люди могут стать богатыми, несмотря на возможности? Ну, формулу, которую я начал рассказывать, сейчас я ее полностью повторю. 50-40-10. Вот это формула богатства. 50- это ваше окружение. Значит, если вас окружают бедные люди, с мышлением бедных, потому что 40% это именно мышление, то вообще-то 90% вам никак не вырваться. И поэтому, прежде всего, вы хотите, допустим, решили, я хочу точно стать богатым, надоело просто хотеть, надо действовать. Первым пунктом меняем окружение. Начинаем общаться с теми людьми, которые уже стали миллионерами, у которых в 5 раз больше, чем вы зарабатываете. Это очень важно. Прямо искать их можно везде. То есть, вот, ну, мы уже на связи, да? А вот даже смотря наше интервью, вы с нами общаетесь. Дальше вы смотрите интервью с другими миллионерами, как они живут, что делают, какие-то правила, инвестирование, Баффета, Илона Маска изучаете, да? Если кто-то живет в таком городе, говорит, то у меня нет миллионеров. У вас есть интернет, у вас есть книги, этим тоже вы себя окружаетесь. Тони Роббинс, книга про деньги, да их очень много. Моя книга, которая вам всем просто необходима для начала, «Как въехать во взрослую жизнь на своем Феррари». Эта книга написана для подростков, но на самом деле это для вас, родителей, потому что если вы будете выполнять те 6 законов, которые здесь прописаны, дети автоматически научатся и въедут во взрослую жизнь на своем Феррари, потому что вы им вовремя откроете счет на 8 лет. Наш стабильный. И если ребенок... Пошла реклама. Да, пошла реклама чистая. Если ребенка, например, 10-9 лет, представьте, 8 лет, и у него, войдя во взрослую жизнь, у него уже будет капитал и на образование, и на необходимые условия для жизни. И, конечно же, вторая книга, эта книга Марата, «Хриптомир». Она очень полезна именно для расширения, для понимания, как сейчас делаются деньги. И вот, смотрите, я заканчиваю эту формулу. 50 окружения, вы поменяли окружение, у вас автоматически пойдут новые возможности. Люди, которые богаче вас, они вам что-то предложат, что-то у вас купят задорого, как-то помогут советам. Далее, 40% это ваше мышление. Что у вас в головах? Вот это очень важно. Спросите у своих мам и пап. «Мама, как ты относишься к богатым? Что ты думаешь об олигархах? А вот, если бы у тебя было миллион долларов, что бы ты с ним делала?» Вот, все, что они ответят, есть в вашей подпорочке. Вы сразу можете писать, над чем работать и менять эти мыслеформы на диаметрально положительные. Ну, вот у меня были, я у мамы спросил, как она мне сказала, просто я говорю, «Мама, как ты к олигархам?» «Да они все!» И я говорю, «Стоп, стоп, стоп!» Где-то может, нет, она там тоже в чем-то права, но если мы так будем думать о них, о богатых людях, то нам не видать богатство точно. Это вот 40% наше мышление. Подумайте, у нас есть в нашей книге, это пятый закон, это закон мышления, что у тебя в голове, то у тебя и в кармане, в кошельке. И 10% это знание. 10% всего знания. И вот в этой книжечке, вы даже две книжки прочитаете, это вот те 10%, которые вам хватит, чтобы стать миллионерами. Вот честно говорю. Вопрос такой, что такое для тебя счастье и можешь ли ты себя назвать счастливым человеком? Ну вот смотри, я точно могу себя назвать счастливым человеком. Вся жизнь, всю жизнь я делал то, что я хотел делать. Закон счастливой жизни. Видите, я сегодня формулу имел. Делай то, что тебе нравится, что-то тебе доставляет удовольствие и инвестируй. К сожалению, я вторую часть закона начал делать только 4 года назад. Но в первую часть я выполнял всегда. Я делал только то, что мне нравилось. И встречался с людьми, которые мне нравились. Ездил по странам, которые мне нравились. И это дополняло меня вот этим состоянием счастья. И вот сейчас я чувствую себя счастливым человеком, потому что я в прекрасном месте. Синее небо. Вот мне нравится сочетание зеленых пальм и синего неба. Всегда завидовал бразильцам, у них флаг синий-зеленый. Думаю, вот классное сочетание, да? Я с тобой общаюсь, понимаешь? Я счастлив, что я оказался твоим учеником, да? Я всегда к тебе относился как к старшему, как к папе. И наши с тобой истории. Я всегда... Я чувствовал себя мальчишкой, который напроказничал и которого в угол надо поставить, понимаешь? Ну, и я это... Вот эта детскость, я тоже ее в себе принимаю и считаю, что именно детскость мне позволяет и внешне сохраниться. Вот мне через неделю будет 61 год. Я очень люблю хвастаться этим. И говорю, вот смотрите на меня, живите как я и будете богатыми и лично молодыми. Как ты относишься к ценностям, которые приняты в сообществе инвесторов Амеркепитал? Что тебе сильнее всего откликается и есть ли желание делиться? Ну, ценности у нас самое, что ни на есть, наикрутейшее, потому что сама миссия фонда сделать как можно больше людей богатыми и счастливыми, чтобы люди занимались тем, что они любят, приносили пользу миру и своим примером увеличивали количество, Потому что как строится счастливый мир? Не от президента, которого мы часто кастерим, не от кого-то на стороне, а именно от вас. Вот если мы забудем эти претензии к внешнему миру, а скажем, вот есть мой мир, во-первых, мой внутренний мир. Если он у меня красивый, автоматически это выразится на моем лице, на моем здоровье, на моей обстановке. Я уже не буду жить как попало. Я встану утром и обязательно застелю кровать. Это первое, что делает ваш мир красивым. И вы дальше посмотрите, а вот нужно здесь цветочек свежий поставить, нужно красиво сервировать стол. Сразу живите, как богатые, изобильные люди. Сделайте красивую тарелочку с фруктами. Пускай она просто радует вас глаз. Вот как сейчас мы поставили, мы вот не будем их есть, но они красиво дополняют наш кадр. И вот эта красота, она наполнит этот мир, и кто-то зайдет в ваш мир, ваши родственники, ваши дети, ваши родители, скажут, как у тебя красиво, я тоже так хочу. И тоже наведут порядок. Смотрите, уже в вашей квартире во всех комнатах будет красиво и порядок. Ну, может, дети побунтуют, типа, а мы не будем так. Ну, и хорошо, это тоже прикольно для контраста, пускай они живут своими пониманиями, но ваш пример все равно у них будет заложен в голове и в конце концов они придут к этому. Потому что лучшее воспитание детей это то, что мы им транслируем. Одно дело, когда мы им говорим нотации, а сами делаем по-другому, вот это не работает. Не говорите, просто делайте. Так вот, мы строим этот мир счастливый вокруг себя. И чем вы более счастливы, привлекаете больше людей, и вот это счастье растет. И поэтому о Мирс Сити, который Марат задумал, и я хочу, ну, то есть мы все как бы в этом, в этой твоей мечте, да, надо присоединяться к Марату уже сильнее, уже надо, вот сейчас придет еще, вы знаете, первый миллион приходит, как бы, ну, не с трудом, но медленно. Второй, третий, ну, и все остальные, это миллионеры мне сказали, кстати, говорят, остальные приходят просто сами. И я уже это тоже чувствую, потому что уже не один. Такой сейчас вопрос, Андрей, твоя следующая цель. Да, вот следующая цель. Ну, одна из целей, если не материальных, да, внутренних, это вот жить действительно ежедневно, просто быть счастливым, и эту картинку моего мира транслировать в другой мир, чтобы люди как бы заражались, потому что, ну, как бы приятно общаться с счастливыми людьми, творческими. Но если взять цели, более материальные, да, то есть я сейчас беру уроки импровизации на фортепиано и композиторство, да, то есть хочется это освоить, мне это нравится. 61? 61? Да, да, значит, цель до конца довести разговорный английский, да, потому что тоже, это же мы, я думаю, каждый, Андрей в прошлом году покорил Эльбрус, 60 лет. Вот, это было вообще круто, это то, что делает вас сильнее внутренне, потому что я до конца сам в это не верил, ну, просто я делал, я очень люблю выполнять инструкции, у меня такой характер, да, когда я на тренинге прохожу, я выключаю вот это оценочное, нравится, не нравится, мне сказали инструкцию, я ее делаю, и когда я шел на Эльбрус, просто я выполнял инструкцию, шаги медленно, идти за инструктором, и я еще мне выручало такое слово, я себе говорил, я робот, я робот, то есть я отключал полностью вот это вот мышление эго, которое говорило, тебе тяжело, зачем ты идешь туда, давай остановимся, да хватит уже, что доказывать, вот это я отключал сам, я робот, у меня нет, их мышления, мне просто шаг за шагом, и все, дошел в первой группе с молодежью, поэтому цели вот такие еще они ставятся, потому что неинтересно жить, если их не будет, этих целей, есть следующая цель, 10 миллионов, 10 миллионов, которые послужат, во-первых, мне нужно детский дом здесь ремонтировать, там достаточно много денег, на крыше текут, и хорошо сейчас солнце светит, а в сезон дождей, это просто болото у детей, которые где там, приходишь туда и плачешь, хотя классная территория, это вот это, вторая, есть еще мысль, построить еще один храм, да, ну это просто у меня ведический храм, хочется построить, такая, ну моя тоже как детская мечта, может быть, ну и вот эти деньги, чтобы начали еще больше приносить пользу людям, и в твоем случае, я с удовольствием присоединюсь, построю как-нибудь небоскребик в Амерсити, кстати, хорошая тема. еще какие варианты, вот представь, что у тебя уже есть 100 миллионов, миллиард, вот как изменится твоя жизнь? но вот я, первое, что идет, мне кажется, я буду больше работать, потому что такие деньги уже надо, это не просто, чтобы они лежали, потому что если они просто лежать будут, мне кажется, я просто бояться начну, чтобы с ними ничего не случилось, да, ну, представляете, у вас, допустим, 100 миллионов лежит либо в отдельной комнате, либо на одном счету в банке, ты начинаешь бояться, чтобы этот банк не закрылся, чтобы там деньги не рукули в цене, тебя, чтобы не ограбили, если они дома, то есть одни страхи идут, что 100 миллионов, это уже нормальное количество денег же, значит, ты должен, почему больше работать, ты должен думать, так, надо их теперь сохранить, как, инвестировать еще, где, надежно и так далее, и у тебя пошла работа, это забота за деньгами, иначе они вот просто начнут хелеть, хереть, вот, поэтому на 100 миллионах это даже, ну, и с одной стороны вдохновляет, но мне кажется, нужно будет уже делать что-то такое, какие-то крупные проекты, в которых ты будешь, тут я буду и участвовать, есть Амеркетинг, там можно, не скучать, да, ну, я же говорю, Амеркетинг надо строить, такой вопрос, а ты учишь своих детей, финансов? да, значит, у меня один ребенок и трое внуков, вот внук, на самом деле, не вычислив, сколько будет, 10 процентов от 100, он меня научил, и надоумил, написать тренинг для детей, и книгу, вот эту, которую я уже показывал, как ехать в Азор служить на Сануфераре, потому что я сначала начал ругать учителей, типа, чему там учат в школе, а потом думаю, стоп, я должен учить, вот, что сказать. в Солар Гифте уже есть авторский тренинг Андрея Сиденко, и эта книга, и эта книга, напечатанная, здесь мы, это у нас индонезийский вариант, в мягкой обложке, а в Солар Гифте, в твердой обложке, полный пакет, там все, там еще есть дорожная карта, карта мечты, то есть, которая рисковать надо, дневник успеха, в общем, у нас целый комплект для детей. И мы узнали, что внук Андрея был соавтором. Да, да, да. И вот я, да, сначала, ну, у меня такой был, такой внутренний гнев, потом я успокоился, и потом это дал импульс к написанию книги, поэтому, видите, даже вот это вот странная ситуация. То есть, систематизировал знания, чтобы передавать их. Да, да. Шесть законов денег, под которые легко, на примерах, на детских, которых легко выполнять. А что родителям порекомендую? Прочитать и начать делать эти законы. Это первая рекомендация, потому что все, тогда не надо будет читать нотации, читай книжку, делай законы, сами делайте, все автоматически произойдет. И, кстати говоря, первые отзывы, которые у нас после тренинга, некоторые родители сказали, я впервые нормально поговорил со своим ребенком. Ну, то есть, дети уже в оборонке, да, родители только наезжают там, там горох ставят на соль в детстве, а потом просто обвиняя какими-то словами, потому что сами себя обвиняют на самом деле. А когда начинают вместе изучать эту книгу, это получается вот такой союз уже бизнесовый, и это быстрее вас объединяет. Поэтому это еще психологическая книга. Берите на вооружение, ребят, это даже укрепляет и семью. Да, да, да. Вот следующий вопрос. Вот финансовая свобода дает большое количество свободного времени, в том числе. Вот. Как ты проводишь? Ну, вот смотрим, уже я частично ответил на эти вопросы. Если будет большое количество денег, то вам больше придется ими заниматься. То есть, это уже меньше свободного времени. А вот есть такая золотая середина, когда ты уже не беспокоишься, и вроде как, у нас в Америке капитал просто идеальная ситуация, когда ты можешь просто деньги вложить и только в понедельник из любопытства смотреть, какая доходность. И то можешь это делать раз в месяц. И эти деньги снимать, на них жить. Вот это действительно свобода. Если вы выбираете эту золотую середину, полностью спокойную за продолжительную работу Америк капитал, в чем мы не сомневаемся, и таким образом, просто снимая прибыль, у вас появляется время. И здесь это время нужно использовать. Ну, я сначала использую для внутреннего своего мира. Ну, то есть, книжек больше читаешь, медитируешь, ездишь по местам, путешествуя, ты себя как бы наполняешь вот этой энергией земли, общаешься больше с людьми. Вот, в принципе, если мы пришли в эту жизнь, для чего? Для того, чтобы общаться. Поэтому, не замыкаясь, начиная общаться, какие-то новые интересы возникают, новые хобби возникают. Почему бы и вам не заняться музыкальным творчеством, да? Кто-то будет писать книги. Кстати, мы сейчас, Майк Смайк, автор моей книги, он приезжает, и мы будем писать вторую. Название такое, Ferrari, двоеточие, актив или пассив. Нормальное название? Да. А в конце, инвестирую, как правильно инвестировать? И небольшой спойлер, и это еще будет музыкальным, видите? Да. После каждого блока будет песня, и песни записываются разными жанрами. В этом тоже есть. Да, и последнее, как раз шестой закон денег, инвестируй, звучит примерно так. инвестируй, инвестируй ты, инвестируй, инвестируй ты. У нас уже написан альбом, в Беларуси композитор, очень хорошо, когда ты можешь гонорар платить в USDT. Как-то так легко. Следующий вопрос, Андрей. Кем ты себя видишь через пять лет? Где ты? Чем занимаешься? Кто вокруг тебя? Ну, так как я человек сцены, вот я уже немножко начал скучать, это видел, когда на презентации на нашей, вот здесь было, мне прямо, я был в своей тарелке, хотелось повдольше поговорить, но я понимал, что главный спикер Марат надо аккуратно себя сдерживал. Вот, поэтому сцена, она все равно, как бы, манит, манит, и вот этот альбом, который мы говорили, да, вот мне хочется, чтобы я на Амир с Ани Деяк выступил, чтобы через пять лет у меня все равно еще был порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, чтобы мы там с Майком зажгли и рэпчик почитали, вот, это как бы, ну, как творческий взгляд на будущую свою жизнь, чтобы не скучать, чтобы постоянно расширять свою творческую натуру, но в плане финансовом, как мы уже сказали, это вот надо уже, за пять лет, я думаю, сто миллионов, это вообще реально, пять лет, это легко, ну, и, соответственно, и интегрироваться, ну, так, значит, читать лекции какие-то в том же нашем Амирсите, умничать, как видите, у меня легко сейчас идет, потому что я на какой-то вашей волне, хотя, это идет как запись, но я уже чувствую зрителей, и это классно. супер, а думал, 85, 105, чтобы... А, кстати, у меня же всего один сын и трое внуков, какой-то дисбаланс, вы не считаете? мы здесь как-то как-то за чашечкой утреннего чая с Маратом помечтали и похохотали, сначала вроде как шутка, потом думаешь, в каждой шутке есть доля правды, почему бы не сделать еще двоих ребятишек, да, и как Марат говорит, отлично, в 85 давай еще одного, третьего, поэтому все только начинается. супер, следующий вопрос, что бы ты посоветовал человеку, который сейчас нас смотрит, он еще не миллионер, но хочет изменить свою жизнь, с чего начать? начать с намерения, просто захотеть, вот прямо захотеть так, что не могу, как хочу, но при этом не стать больным, то есть, ну, не совсем, не сумасшедшим, да, просто захотеть, намерение очень важно, то есть, твердое решение, вот прямо взять, так сказать, все, я решаю, я это сделаю, я молодец, и пишите свой бизнес-план там, вложили сначала, не важно, какая сумма, тысяча, десять тысяч, вложили, и написали, дисциплина, и систематичность, то есть, дисциплина, я не реагирую, как растет, не растет курс, у меня есть систематичность, я решил, каждый понедельник, я докладываю, по 100 долларов, по 200, вот, ну, кладу там в эфирах, или в биткоинах, или в USDT, неважно, это ваше решение, и вы его просто делаете, методично, даже если будут курсы там падать, а потом резко расти, у вас все равно средняя будет идти вверх, да, как все графики, поэтому никогда не расстраивайтесь, если он упал, наоборот, потирайте руки, и говорите, о, наши трейдеры на этом заработали, и так вот, смотрите, дисциплинирование, и систематичность, и изучайте, потому что, надо уделять внимание деньгам, то есть, их надо любить, когда они идут к вам, вы говорите, мои дорогие, вы пришли, в кошелечке, они должны лежать, там вот разглаженные купюрки, купюрки, магниты, эзотерику тоже никто не отменял, я очень люблю эти игры с деньгами, представлять, что это армия, которая приходит ко мне и говорит, товарищ, главнокомандующий, приказывайте, что делать, я говорю, так, окей, там, генералу главному, сегодня мне нужно обеспечить, занятие по музыке, мне сегодня надо обеспечить, издание книги, он говорит, там, батальон номер такой, исполняйте, и вся армия денежная, побежала в разные мои проекты, то есть, это тоже, как денежная игра такая, пускай они знают, что вы их любите, это очень важно, чтобы не просто, есть ошибочное такое, желание, я хочу хотеть, когда люди боятся, ну, больших денег, они просто говорят, я хочу миллион, а вы спрашиваете, как ты его потратишь, он уже даже расписать не могут, вот берите первое вам задание, напишите, как я потрачу свой миллион долларов, не просто там вот, типа, я там на благотворительность отдам, там, 100-200, а конкретно, если даже вот, куда вы отдадите на благотворительность, зачем, или что вы сделаете, я не хочу вам подсказывать, просто правильный ответ, в книжке у нас есть задание, но вы должны там, даже если вы хотите, хочу дом, какой дом, квартиру, сколько это денег, вы увидите, что на вашей хотелке, там на самом деле, ну, там, 200-300 тысяч максимум идет, а что делать с остальными, инвестируй, инвестируй ты, и тогда у вас будет приумножаться все. Андрей, я начал наше интервью с этого, и хотелось вот уже завершать, на этой такой ноте, вот, мы запустили марафон с аниме, марафон полезных привычек, и, ну, как я уже говорил, что ты для меня олицетворение с аниме, надо там, и, а вот кто для тебя человек 2.0, следующее поколение, или в каком мире, с какими людьми ты бы хотел жить, с какими качествами, то есть, одна из задач с аниме, именно чтобы таких людей, как ты, было больше, светлых, добрых, дарящих. Ну, вот ты и отвечаешь как раз, да, этот вопрос такой, да, философский, я стараюсь жить в эту минуту, но, если думая, с кем бы я хотел общаться завтра, где бы, в какой картинке мира жить, вот, прежде всего, с теми людьми, которые, ну, не таят в себе опасности, что ли, потому что у меня все равно какие-то же были моменты по жизни, да, я когда даже здесь знакомлюсь, думаю, а теперь думаешь, а нет ли у них ко мне просто вот этого, ну, как бы, раскрутить меня на что-то, и так далее, вот такая вот, есть такая опаска, поэтому хочется, чтобы были действительно люди солнечные, открытые, искренние, богатые, чтобы мы просто обменивались энергией, добавляли, и чтобы у людей была какая-то идея, потому что я очень часто люблю помочь другим, есть такая тема, кармический менеджмент, да, если ты что-то хочешь, ну, как бы не хватает у тебя сил, усердия, или там денег на это дело, ты говоришь, окей, вот, ты тоже хочешь этого, мой друг, допустим, да, я тебе буду помогать это сделать, и начинаешь усиленно помогать, и смотришь, он достигает эту цель, и ты автоматически достигаешь, поэтому, вот, если хотите, еще один совет, если хотите миллион долларов, спросите у своего окружения, ты хочешь миллион долларов, ну, конечно же скажешь, да, окей, ты готов, что мы будем его с тобой зарабатывать, там, или как бы получать, там, через год-два, пишем бизнес-план, каждую неделю встречаемся, обсуждаем, находим новые, мастер-майнды свои включаем, находим новые решения, это будет увлекательная игра, и увидите, что будет, будет вам счастье, так что, мое будущее, оно, ну, вот, я смотрю, примерно такое, можно ли стать человеком, два, ну, мы сами себя делаем, конечно, опять же, если уйти в психологию, в основе, в основе своем, это наше детство, то, что мы закладываем себе в детстве, то, что мы видим в окружающем пространстве, то у нас и потом начинает рулить, то есть тот самый маленький ребеночек, который внутри, и он хочет что? Он хочет, чтобы было безопасно, ему будущее страшновато, поэтому он держит нас или в прошлом, или в настоящем максимально, и он включает всякие защиты, вот этого маленького ребеночка, нужно так сделать, чтобы ему было интересно жить, чтобы он такой, вау, вот, мне кажется, человек 2.0, это тот же открытый человек, который ему интересно что-то новое, попробовать новое блюдо, приготовить что-то по-другому, смиксовать, поехать в какое-то новое место пожить, вот такой вот интерес, кстати, мне кажется, молодежь сейчас примерно такого плана, экстремалы, путешественники, любят яркую жизнь, их теперь научить делать деньги, многие, правда, умеют это делать уже, и вообще классно. Друзья, на этом интервью наше, не буду уже больше мучить Андрея, хотя я только разговаривался, да, я тоже признаюсь, вот для меня Андрей тоже во многом является, примером, не хочу лишний раз о возрасте говорить, что наоборот, я сторонник того, что в 60 жизни только начинается, и Андрей прямое доказательство этому, и он этим меня очень сильно заражает, вдохновляет, и даже очень много вещей я применяю в бизнесе, в Америке, и вот с такими ребятами, с такими амбассадорами мы развиваем нашу экосистему. Андрей, большое спасибо за интервью, за... Да, и в финальных словах хочу вас всех пригласить на Бали, потому что на самом деле я и вас так же красиво приму, и предоставлю лучшие условия, покажу этот... Я две недели жил в раю. Да, вот, этот райский остров, моя вилла так и называется, Парадайс вилла. Пишите, проситесь, и я вам помогу все оформить, и вас жду здесь на Бали. Благодарю вас. Все, всем большое спасибо, до новых встреч.